А где Димка? Почему его до сих пор нет? А он с Ириной. С Сашиной сестрой? Угу. Ну, наконец-то. Приличная девушка из приличной семьи. Ну что, может, зайдешь? А ты помнишь, что он мне вчера говорил? Чего я тебе говорил? Что любишь меня? КОНЕЦ КОНЕЦ Я уж Наташу полгода не видел. Интересно, как там она? Сын как? Может, у нее зубы уже прорезались, а? Дим, объясни мне, пожалуйста. Я действительно не понимаю. Ты все время говоришь о Наташе. Ничего не делаешь. А что я могу сделать? Я не знаю. Ну и я не знаю. Домой, например, ее пригласить. Классная идея. Папа особенно будет раночен. Ну ты же не знаешь, как она отреагирует? Все-таки это его внук. Отец в курсе, что у него внук уже как полгода точно. И чего-то как-то не особой реакции не было. Ну, одно дело видеть, а другое дело просто знать. Потом, знаешь, может, он на него так похож, что... Там, или твоя полная копия. Он видит и, может, растает. Да не, это вряд ли. Потом я всюду не знаю, где Наташа. Короче, все эти разговоры в пользу бедных. Ладно, я работаю. Пошел, давай. Подожди. А ты уверен, что это твой сын? Да, я уверен. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ну, рассказывайте, что у вас случилось? Олег Павлович, ну, температура 37,8. Если он ночью не спал, вот под утро уснул, потом проснулся и опять. Так, кашель, насморк, чихание наблюдались? Нет. Нет? Ну, это уже хорошо. Так, сейчас послушаем. И все поймем. Так. Так. Что, 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 что? Тихо, тихо, тихо. Так. Ну, что у нас здесь? И вот сюда послушаем, и все. Пожалуйста. Сейчас посмотрим. Ого, покажи дяде доктору язычок. Коженый язычок дяде доктору. Так. Ну, все понятно. Что-нибудь опасное? Ну, сразу опасное. Ну, какое опасное? Ну, у малыша просто зубки режутся. Вот и все. От этого температура пошла. Значит так, сейчас купите в аптеке специальный крем для десен. Будете мазать утром и вечером. У вас и спать будет поспокойной ночью, и днем себя вести хорошо. Ясно. Спасибо, Олег Владимирович. Лежите. А может, вы чаю попьете? Ой, нет, спасибо, Наташенька. У меня еще сегодня пациенты, аж восемь вызовов. Так что... Ой-ой-ой. Я побежал. Извините, отклонюсь. Спасибо. Все. Спасибо. Чуть-чуть-чуть. Опять плачет. Опять плачет. Тихо. Всего хорошего. Ну, ничего. До свидания, до свидания, доктор. Ничего, купим тебе кремик. Наташ, давай я схожу в аптеку сама. А то тебе и Андрюша успокоить надо. И покормить ребенка. Хорошо. Вот и хорошо. Спасибо, Анна Петровна. Вы так заботитесь обо мне, как мама. Ладно, я просто... Ну, это в общем не важно. Просто ты одна осталась. И поддержать-то тебя некому. Ну, ладно. Я побежала. Я быстрая. Рит! Погоди, Рит. Слушай, погоди, погоди, погоди. Привет. Где Наташа? Где мой сын? Я не знаю. Ну, не верь я. Они уехали. Куда? Слушай, что, допрос? Куда они уехали? Слушай. Куда они уехали? Да ты вообще можешь меня пытать, конечно, сколько угодно. Я тебе все равно ничего не скажу. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, это же мой сын. Это мой сын. Я имею право знать, где он. Правильно? Наташа уехала в Переток. Больше я тебе ничего сказать не могу. Спасибо, Рит. Спасибо. Спасибо. Наташа, я сегодня видела Диму. Такое впечатление, что вообще он там наследил. Дима? Да. Ты уверена? Да. А зачем он это? Как зачем? Тебя ищет. Вообще, такой мне допрос с пристрастием устроил. Ты говорила с ним? Ты рассказала, где я? Нет, конечно. Я не раскололась. Я сказала, что я не знаю, где ты, что ты уехала. Ну, это правильно. Я не хочу увидеть. Уважаемые коллеги, перед вами вечный случай. Пыталась покончить с собой. Отравление наступило в результате передозировки снотворным. Но после тщательного промывания желудка здоровью пациента ничего не угрожает. Кто вас спросил? Ну, подождите. Мы же вам жизнь спасли. Я жить все равно не буду. Что? Почему? Меня парень бросил. Тоже мне проблема. Сегодня бросил, завтра другого встретишь. Жизнь она одна, понимаешь? Как только вы меня выпишите, я сразу же таблеток наглотаюсь или вены порежу. Кстати, а где Максим Леонидович? Кстати, он в операционной со студентами. Ну, вот и отлично. Значит, следующие практические занятия у нас будут проходить в операционной. Да, вы ведь жить не хотите? Нет. Ну, отлично. Вот вы нам и поможете. Прошу. Ну что, поднимаемся. Очень хорошо. Давайте, давайте. Не беспокойтесь. Что вы делаете? Ложитесь, девушка, не переживайте. Уважаемые практиканты, прошу зафиксировать. Тема сегодняшнего занятия – расчленение. Какое расчленение? Вы торговцы органов? Девушка, расслабьтесь, расслабьтесь. Вы ничего не почувствуете. А самое главное, уйдете из жизни очень красивую. Коллега, подайте. Радуй. Расширитель. Расширитель. Мне кажется, пора подавать наркоз, господа. Да, кстати, коллеги, напоминаю, что левый желудочек сердца мой. Подождите, я себе возьму мозг. Я за спиртой студента буду показывать. Позвольте, а что тогда достанется мне? Эй, ребята, да постойте, вы что, врачи-убийцы? Я не хочу умирать. Помогите! Ну вот, пожалуйста, наглядный пример действия шоковой терапии, психиатрической практики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно? Здравствуйте, Дмитрий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, так, так. Слушаю вас внимательно. В общем, Сергей Андреевич, дело такое, надо человек найти. Точнее, двух. Ну, найдем. Так, как зовут этих людей? Знаете? Да, Бондарчук Наталья Ивановна. Бондарчук. Ее сын Андрей. Ему полгода маленький совсем. Очень, очень хорошо. Есть предположения, где они могут находиться? Да, этот Перетоп. Перетоп, да. Город это или поселок, я, честно говоря, не знаю. Ну, ничего, найдем. Не волнуйтесь, Дмитрий Семенович, найдем, как говорится, любой каприз за ваши деньги. Деваем. Так. Вот. Это аванс. Приятно, конечно. Везде расходы, везде расходы. Ну, судя по авансу, вам очень нужно найти эту женщину. Сергей Андреевич, дело деликатное очень. Да, да, да. Надо, чтобы это без лишнего шума было. Что? Что? За это даже можете не волноваться? Я все-таки. Главное, чтобы отец ничего не знал. Ну, все будет конфиденциально. Я вам гарантирую. Господи, комары Андрюш просто зверь в этом году, правда? Ага. Отцвели уже давно хризантемы в саду, а любовь словно сон в моем сердце живет. Анна Петровна, а у меня вот человек не пришел на массаж. Давайте я вам помогу. Здрасте. Вот еще. Появилась минутка? Иди отдыхай. Да, нечего в земле ковыряться. Да вы бы знали, как я это люблю. Да. У нас в Перитопе дом с огородиком. Я помню, как вы с папой картошку сажали, редиску. А утром рано вставали и обливались холодной водой из колодца. Ага. А потом, наверное, горячего чайку с пирожками. Да. Скучаешь? Если бы вы знали, как. Интересно, как там папа с Дениской. Хорошо, что вот у меня сейчас работа есть, могу деньги отсылать. Наташа, я тут тебя спросить хотела. А ты отцу-то про Андрюшку сказала? Да нет, вы что? Ну, если папа узнает, он меня убьет. Так, хорош. То, что нужно. Даша, мне помешало? Нет, захотите, Максим Леонидович. Только тихо, Андрюша спит. Доктор Степанов сказал, что у Андрюши прорезался четвертый зубик. Да, есть такое дело. Так мы с вами кое-что упустили. По традиции, когда первые режутся, дарят чайную серебряную ложечку. По логике, за четвертую уже положено столовое. Вот это вам. Спасибо, это очень мило. Поздравляю вас. С вашим запастым сыном. Спасибо. Да-да. Тссс. Чего? Только не говори, что ты опять Диму встретила. Нет. На этот раз новости очень хорошие. Наташка нашла обалденный шкаф. Все, как ты заказывала. Все, что ты искала. Всю библиотеку твою туда поставим. Хорошо. А сколько стоит? Ну, если честно, шкафчик не из дешевых. Все-таки ореховое дерево. Но зато можно в рассрочку его купить. Ой, нет. Я, наверное, не потяну. Но все так мало денег. Ну, не бойся ты. Я сама вам его куплю. Ой, нет, Ред. Мне очень приятно, что все обо мне заботятся. Он Максим Леонидович серебряную ложку подарил. А ты теперь шкаф еще собираешься. Нет. Собирайся. Только я не тебе его подарю, а Андрюшке. Подарок крестнику на именинное. Я же ведь буду его крестной. Или Анна Петровна. Ну, ты, конечно. Ну, вот и хорошо. Анна Петровна? Угу. Здрасте. Можно? Я тут проходила мимо. Думаю. Да, я знаю, как вы. Здрасте, Алла Николаевна. Ну, я хорошо, у меня дела заботы, а у вас что? Все нормально. Угу. Анна Петровна, а скажите, а Наташа долго здесь будет жить? Надеюсь, что долго. Пока не захочет уехать. А она собиралась? Нет, пока не собиралась. Но может собраться и выйти замуж. Ну, это вряд ли. Почему это вряд ли? Наташа молодая. Симпатичная девушка может полюбить хорошего человека. И хороший человек может полюбить Наташу. Полюбить – это одно дело, а жениться – это другое. У этой Наташи ребенок вообще неизвестно от кого. А это все знают, что означает. И что же это означает? Это означает, что она доступная женщина. Она таких не женится. Знаете что, Алла Николаевна? Я считаю совсем по-другому. Иначе я считаю. И вообще предлагаю нам перестать обсуждать Наташу. Анна Петровна, лично я к ней хорошо отношусь. Но понимаете, люди говорят разные. Здравствуйте. Здравствуй, Анна Петровна. Здравствуй, Наташенька. А что люди говорят? Познакомься, Наташа. Это Алла Николаевна. А я знаю Аллу Николаевну. Очень хороший врач. Женщина высокой нравственности. И кристально чистой репутации. А еще люди говорят, что Алла Николаевна всегда была верной и любящей женой Максима Леонидовича. Ну, я пойду. До свидания. До свидания. Как ты ее отбрила. Молодец. Анна Петровна, скоро сын вырастет. Я не хочу, чтобы он обо мне гадости слышал. Да я никому не позволю обо мне гадости говорить. Наташенька, на каждый роток не накинешь платок. Да, к сожалению. Да пусть они говорят, что хотят. Вот если им нравится, да и пусть говорят. Наташа, главное, чтобы у тебя вот здесь все было в порядке. Анна Петровна, спасибо вам за все. За все спасибо. Мне с вами очень спокойно. А я знаю Алла Николаевна, очень хороший врач. Женщина высокой нравственности и кристально чистой репутации. А еще люди говорят, что Алла Николаевна всегда была верной и любящей женой Максима Леонидовича. Да. Алла, есть пару минут свободных? Что, уже нажаловались тебе на меня, да? В смысле, ты о чем? Ну, сказала я о вашей святой Наташи, что она не святая. Так и что? Я никого не хотела обидеть, я просто сказала то, что я думаю. И что, стыдно тебе? Почти. Почти. Это хорошо. Я, правда, по другому вопросу, но он тоже касается Наташи. Что же вы все помешались-то на ней? Ну, давай. Задавай свой вопрос. Дело в том, что она отличный массажист и за работу берет недорого. Только вот клиентов пока у нее немного. Сама понимаешь, на рекламу в газете денег нет, а сарафанное радио работает медленно. Ты могла бы помочь. А я-то здесь при чем? Ну, ты могла бы направлять к ней своих пациентов, которым нужен массаж. Ты ее любишь? Алла, при чем здесь это? Просто хочу помочь талантливой девушке. Если это правда, твое сердце свободно. Так открой его для меня, Максим. Алла. Я ничего не прошу, мне просто нужна надежда. Аллочка, милая, да не надежда тебе нужна. Мужчина тебе нужен другой. Когда ты начнешь жить, сухарь? Ладно. Какой твой ответ? А я подумаю. Спасибо. 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 Продолжение следует... Хозяин! А вам кого? Здравствуйте. Здрасте. А вы хозяйка дома? Соседка я. Ага. Я из прокуратуры. У меня есть к вам несколько вопросов. Да какие такие вопросы? А вы не пугайтесь так. Вам нечего бояться. Если, конечно, не будете давать ложные показания. Показания? Я ничего такого не знаю. Присаживайтесь. Мы сейчас это и проверим. Скажите мне, вы знаете такую Наталью Ивановну Бондарчуку? 76-го года рождения. Наташку, что ли? Ну да, знаю. Так она в город уехала. Когда? Да давно уже. В институт поступила. На врача учится. Так, так, так. А что, случилось чего? Это тайна следствия. Что еще о ней вы можете сказать? Ну, хорошая девочка. Вроде как, массажистом подрабатывает. Во всяком случае, отцу регулярно деньги присылает. Значит, вы утверждаете, что она здесь больше не появлялась, да? Говорю же вам, в городе она. Все, вы свободны. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, молодой человек. Это вам. Спасибо. Скажите мне, могу я узнать, откуда приходят почтовые переводы на имя Ивана Бондарчука? А вам зачем? Ой, девушка, провожу журналистское расследование. От газеты районной. Луч. Интересно. Да ну, рутин. Ну, я сейчас посмотрю. Будьте добры. Вот, отлично. Вот, вот сюда и поставим шкаф. Наташ. Наташ, ты меня вообще слушаешь? Знаешь, а сегодня у Димы день рождения. А ты помнишь, когда у него день рождения? Да, что-то так плохого. Ну, а что тут хорошего? Это же говорят о том, что ты его просто еще не забыла. Нет, я просто... А я больше не сержусь просто на него. Во всем можно найти плюс. Во всем, кроме встречи с Димой. Ну, почему же? У меня от него красивый сын. К тому же я получила очень хороший жизненный урок. Если бы не он, я не стала бы такой сильной. Так что я ему даже благодарна. Ты либо полная дура, либо все еще очень сильно его любишь. Так, иди, 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 осторожно. Тихо, тихо, тихо. Стой. Так. Три, четыре. Поздравляем! 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 Дорогой сынок, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтобы ты был умницей и, наконец, слушал папу. Этот джип теперь твой. Смотри, чтобы не лихачил. Держи. Да я не буду лихачить. Самый крутой подарок. Спасибо, пап. Обещай, что покатаешь. И меня. Меня первую. Да покатаюсь. Так, ладно, ладно, потом. Пошли за стол. Идемте, идемте. Покатать сразу. Видишь ты? Валентина, ну что там у тебя? Приготовила уже. Ух ты! Уважаемые гости, друзья. Хочется сказать несколько слов об имениннике. Вы знаете, не скрою, последнее время он меня радует. Да? Да, да, да. Зря вы смеетесь. Мне кажется, Дима наконец понял, что такое настоящие семейные ценности. Дом Ворошиловых. У него? Да. У него появились... Хорошо, одну минуточку. Настоящие друзья. У него появилась хорошая девушка. Я бы сказал, правильная девушка. Извините, пожалуйста, Дима, тебя к телефону, по личному делу говорят срочно. Прости, пап. Прости, сейчас, секунду. Да, да, секунду. Мы тебя ждем. Девушка звонит? Сейчас, сейчас. Нет, мужчина. Какой-то адвокат. Может, выпьем тогда, пап? Подождите. Да. Давайте Диму подождем. Ну, что, нехорошо. Да, это точно? Слушайте, это самый лучший подарок. Ну, пока накладывайте себе. Спасибо большое. Все, ага, счастливо. Ты не знаешь, что это с Димкой? Сорвался, как ненормальный, на звонок какого-то адвоката. Понятия не имею. Сейчас выясним. Так, я здесь. Дима, а что за адвокат тебе звонил? Только не говори, что ты опять что-то натворил. Не, да нет, это адвокат-то. Я его собаку лечил. Ты решил стать ветеринаром? Да нет, конечно. Нет, ну, там история была, в общем. Мы в лес пошли там шашлыки жарить, то-се, а на собаку, в общем, клещ попал, вцепился. Ну, в общем, это не за столом разговор, честно говоря. А что за подарок-то? А, подарок, подарок, это да, это вот то, что собаку-то спасли. Спасли собаку, это и лучший подарок. Слушайте, мне ехать надо, на самом деле, собаку эту попросили посмотреть, в общем. Ну, сами понимаете. Пап, все, спасибо, спасибо. Давай, все, спасибо, счастливо. Я скоро приеду, скоро приеду. Счастливо, я скоро приеду, скоро приеду. Сидит с ней. Будь осторожен. Понятия не имею, ничего не понимаю. Друзья, ну, что мы в самом деле? Мой сын стал ответственным, чутким врачом. Ну, что мы сидим, давайте выпьем за него, наконец. Ура! Ура! Так Наташа в городе? Да. Сто процентов точно? Ну, по крайней мере, в Перитопе ее нет, но она постоянно присылает деньги отцу. Откуда? Вот и я подумал, откуда. И пошел на местную почту. Так, последний перевод пришел примерно неделю назад. Угу. Да, из нашего города. Так, деньги были переведены седьмого почтового отделения, которое находится на улице Цветочная. Цветочная? Ну, вам что-то говорит этот адрес? Ну, да, это возле общежития. Ну, это хорошо. Да-да, войдите. Можно? Да, конечно, проходите. Я к вам на массаж. Что-то не так? Вас что-то смущает? Да нет, я просто не ожидала, что вы придете. Ну, почему же нет? Ну, да, наверное. А что у вас болит? Ой, знаете, что-то ноет уже давно. В районе третьего поясничного, может, остеохондроз у меня обострился. Надеюсь, вы можете это поправить? Гарантировать вам не стану, но думаю, что через несколько сеансов вы почувствуете облегчение. Ну, вот и хорошо. Потому что я же не могу советовать вас своим пациентам. Я должна быть уверена в вашем профессионализме. Ну, что ж, раздевайтесь с Аллой Николаевной и прошу. 224-й, идите к себе в комнату, я приду проверю. Позвоните в сантехнику. Пусть придет и ликвидирует этот засор. Что? Я что, сама, что ли, буду? На больничную. Алла Николаевна? Здравствуйте. А какими судьбами вы у нас опять случайно зашли, гуляя мимо, да? Да нет, на этот раз я была у Наташи. Зачем? На сеансе массажа. Правда? Да. Ну, и как вам? Вынуждена признать, что Наташа действительно талант. И после рук какая-то легкость в теле образовалась. И уже после первого сеанса перестала болеть спина. Ага, ручки у нее прям золотые. Я сама через день к ней бегаю на сеанс. Да, я пойду? Да, конечно, пожалуйста, до свидания. Я рада была вас видеть. Надо же, какая перемена. Не сидите на подоконнике. Все просто замечательно. Теперь Алла будет присылать вам своих пациентов. Если честно, мне главное справиться с таким наплывом людей. И чтобы без понижения качества. Я уверен, вы справитесь. Если уж Алла, врач и скептик по натуре, была в восторге, что уж говорить обо всех остальных. Максим, если честно, у меня впечатление, что она вас до сих пор любит. Ну, может быть, и любит. Я ее уже не люблю. Да, но вы же любили. У вас семья была. Такое просто не забывается. Да уж. Забыть это сложно, но... Но возможно. Даже если вы ее простите? Наташа, я никогда не смогу простить предательство. Так же, как и вы. Я думаю, что в этом мы с вами похожи. Ладно. Не будем мы грустны. Максим, у меня есть к вам очень важное деловое предложение. Как вы отнесетесь к тому, чтобы стать крестным отцом Андрюши? Во имя Отца. Аминь. Сына. Аминь. И святаго Духа. Аминь. Сына. Аминь. Аминь. Сына. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, Ритка, что попало, не покупает Девчонки, хватит болтать Давайте книжки будем расставлять Ирочка, привет! Привет! Присаживайся. Чай, кофе? А, ну, я вообще-то не к тебе, а к Диме А Димы сейчас нет дома, он в библиотеке Готовит дипломную работу Ничего, я его подожду Если ты, конечно, не против Ну, конечно, нет, я только за, присаживайся А, чай, кофе, вино Кофе Хорошо Ты не волнуйся, он скоро придет Ничего, пусть готовится Я его подожду Это инвестиции в наше с ним будущее Ларис, я хотела тебе кое-что сказать Что? Я люблю твоего брата И он меня тоже, он мне говорил Ну, так это же замечательно Наконец-то Дмитрий встретил достойную партию Ну, встретил-то встретил А вот построить нормальные отношения у нас как-то не получается А что вам мешает? Ну, он все время куда-то бежит Бежит? Ну, да Вот как на дне рождения получилось Сидели, праздновали А потом он сорвался и побежал лечить какую-то собаку Ну, ладно бы это было один раз На самом деле, все просто Димка, он очень дорожит своей свободой И как большинство мужиков, он боится ответственности И не хочет жениться Банальная ситуация Ларис, дорогая, ну, внуши ему Что я для него лучшая партия Ну, я попробую, но Вдруг у меня не получится Ты постарайся Если у тебя получится, я буду тебе благодарной Что же вы делаете-то, а? Что же вы для сына-то прячете? А ну, что? Посмотрим Привет 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 Не ожидал тебя увидеть здесь Вот так всегда Ждешь его А он не рад меня видеть Да нет, почему, я рад Давно ждешь Тебя хоть всю жизнь готова ждать Кофе будешь? Нет Ну, тогда рассказывай, где был В библиотеке готовился к диплому Это правильно Учение – свет Это точно А можно вопрос? Можно Дим, слушай, мы в последнее время очень редко с тобой видимся А если и видимся, то мельком Тебе со мной не интересно? Слушай, Ира, хватит давить на меня дурацкими вопросами, а? Я с тобой до тех пор, пока ты от меня ничего не требуешь Понятно? Понятно Ладно, извини, ну Просто это, ну чего бы я устаю, правда Поцелуй меня Так, алло, извините Общежитие Железнодорожников слушает Будьте добры, пожалуйста, Наталью Бондарчук к телефону Извините, пожалуйста А кто ее спрашивает? Одноклассник Да? Одноклассник, интересно А в какой школе вы учились? Я плохо учился очень Я не помню номер школы Позовите, пожалуйста, это важно Дмитрий Семенович Я ведь, между прочим, вас узнала И ведете вы себя очень глупо Прошу сюда больше не звонить Послушайте, это важно, правда Где Самойлов? Дежурный Все оставил Самойлов! Самойлов, где вы? Ну вот мы и встретились с вами, Анна Петровна Молодой человек, я вас знать не хочу Как-то странно получается Меня вы знать не хотите Где Наташа, вы не знаете Вы какие-то прям не знаете, черт подери Слушайте, пустите меня сейчас же Или я на помощь позову Ну давайте Ну зовите! Пусть все общежитие соберите Может, Наташа тоже выйдет, а? Вы что, меня за идиота, что ли, держите? Я же знаю, что она здесь В какой комнате? Слушайте, Дмитрий Семенович Я вам вообще ничего не скажу Это я вам обещаю А я вам обещаю, что я спалю ваше общежитие Чертовой матери, ясно? Да пустите меня сейчас Хорошо Предлагаю пройти в общежитие И поговорить как цивилизованные люди Ну так Ясно Прошу Как цивилизованные люди Проходите Здрасте Здрасте Хорошо Здрасте Ну и где Наташа? Она здесь Только видеть вас не хочет Слушайте, давайте мы без вас разберемся Хочет или не хочет А вы уже разобрались Так разобрались, что она теперь мать-одиночка Это вас вообще не касается Извините, а где здесь массажный кабинет? Ну давайте скажите Где здесь массажный кабинет Натальи Бондарчук Да-да, Наталья Ивановна Бондарчук Я к ней на массаж первый раз иду Первый этаж До конца по коридору Спасибо Дмитрий Дима, я вас очень прошу Не устраивайте скандалы Я и так не сладко Не волнуйтесь Никто не пострадает Спасибо Спасибо До свидания До свидания Следующий Привет Зачем ты пришел? Массаж делать После того, как сердце разбилось Очень грудная клетка болит Очень смешно, Дим Я тебя искал, Наташ Ты знаешь Хотел сына нашего увидеть Покажешь мне, Андрей Нет, ты этого не заслужил Ты нас предал Ну ты что, хочешь, чтобы я стоял под общежитие Не ждал, когда вы выйдете погулять Дим, я тебя прошу, пожалуйста Прекрати Или ты, может, хочешь, чтобы я дождался Пока он в детский садик пойдет Чтобы через награду на него смотреть, Наташ Покажи мне сына Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok